12.06 в Кирове. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. И сейчас у нас разборот со слушателями. Это значит, что мы принимаем звонки по телефону 211-101. 211-101. Вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы нашему гостю. Но прежде чем им представим гостя, мы сами еще раз представимся. Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем здравствуйте. И я бы сразу все-таки внесла определенные, ну не знаю, коррективы, поправочки. Нам надо объяснить, на какие вопросы наш гость будет отвечать, может отвечать, а на какие нет. Сначала гость тогда представим и тем обозначим. Гости представляем. Это Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам, которая накануне, как я понимаю, утвердила тариф на вывоз кубометра отходов. В первом полугодии 2019 года он составит 791,35 рубля, со второго полугодия 827,34 рубля. Ну вот сейчас Максим Владиславович расскажет нам вначале, каким образом это все высчиталось и чем руководствовались, а дальше мы уже будем говорить по поводу того, как будет раскладываться вот эта сумма 791,35 рубля на каждого конкретного жителя Кировской области. Да, можно мой сразу тогда вот такой вопрос. Я, например, как слушатель сейчас хочу понять, что значит тариф за один кубометр отходов? Вот не тариф, а что такое один кубометр отходов? Это то, что я произвожу и как мой кубометр учитывается, или это что-то другое? Это то, что производит каждый из физических, юридических лиц. Но, к сожалению, поскольку в отличие от других коммунальных услуг, например, теплоэнергии, электроэнергии, у нас нет приборов учета того, как этот кубометр измерять. Не взвешивает никто мусор перед тем, как выбросить? Не измеряет его, да. Поэтому для того, чтобы это превращать в плату граждан, этот кубометр, который считается в виде тарифа, потом с помощью нормативов превращается в плату с человека, там, с квадратного метра площади или для любого лица, который эти отходы образует. Ну, то есть на каком утаве все-таки объем мусора замеряется, чтобы эти кубометры, производимые нами всеми, высчитывать? Замеры, насколько я знаю, производились в свое время и Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, исходя из чего там нормативы в итоге определены. Это то, что привозится на полигон? Там замеряется? Это то, что изначально формируется на мусорных, на контейнерных площадках юридическими, физическими лицами, а потом привозится на полигон. Ну, вот просто мусор ведь есть разный. То, что мы несем в контейнер, это такая рыхлая масса, а то, что поступает на полигон, это прессованная масса, да, и прессуется это прямо в мусоровозе. Так вот кубометр, который? Кубометр, который использовался в расчетах, это не прессованный кубометр, потому что на момент, когда этот мусор формируется у каждого жителя, сам житель его не прессует. Поэтому, исходя из вот этих постулатов, исходя из этих подходов, изначально определялся объем формирования твердых коммунальных отходов на территории Кировской области. Ну, условно говоря, машина. Вот тебе вот как бы, это масса вообще, да, сколько там она вмещает. Контейнеры, да. Да, а сколько у нас, кстати, по объему контейнеры, кто знает? Никто не знает. Не знаю, здесь собравшиеся, это все к куприту будет, да, я так понимаю, вопросы к перевозчикам. Хорошо. Так, и давайте тогда к тарифу перейдем. Как он формировался? Так, ну, вопрос, мы сразу говорим о том, как формировался конкретный тариф или вообще зачем он формируется? Ну, надо и то, и другое, конечно, рассказать. Давайте мы сначала поясним, зачем, да. Хорошо. Ну, зачем вся история, как вы знаете, началась с того, что у нас уже достаточно продолжительное время реализуется, ну, так называемая в народе мусорная реформа. В соответствии с этой реформой все регионы Российской Федерации с 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта система предполагает, что, во-первых, услуга, которая до сих пор включалась в плату за содержание и обслуживание жилых помещений, становится коммунальной услугой. Соответственно, там должна быть исключена из расчета у управляющих компаний. Во-вторых, вводится, появляется в каждом регионе региональный оператор, который представляет собой, ну, некую такую глобальную масштабах региона на управляющую компанию, которая отвечает за весь процесс сбора, транспортировки, захоронения отходов. И для этого регионального оператора устанавливается единый тариф, который, ну, одинаков на всей территории Кировской области. Исходя из того, что на регионального оператора возлагается обязанность, ответственность за реализацию всей реформы на территории области, соответственно, тариф включает в себя расходы на захоронение отходов, расходы на их транспортировку и собственные расходы вот этой управляющей компании, которая должна в течение года заключать, обслуживать договоры со всеми юридическими, физическими лицами, а также с транспортными компаниями, с полигонами, которая должна обеспечить сбор денежных средств, управлять этими денежными потоками, чтобы выполнить свои обязательства, которые закреплены в соглашении между региональными операторами и правительством Кировской области. Вот исходя из этого, региональный оператор подал тарифную заявку, где предоставил планируемые с его точки зрения расходы на осуществление своей деятельности на 2019 год. Мы эти расходы там должным образом проанализировали, что-то учли, что-то исключили из расчетов. И исходя из этого, сформировались планируемые расходы регионального оператора на 2019 год и, собственно, единый тариф, который вами был уже озвучен. Тариф, который нами утверждается с одного кубометра образования отходов. В этом тарифе, понятно, основную долю занимают расходы по транспортированию отходов и расходы по их захоронению. А доли какие? Расходы по транспортировке занимают порядка 58%, расходы по захоронению порядка 36%. То есть на собственные расходы вот этой управляющей компании, регионального оператора, остается около 5%. 5% от тарифа, это собственные расходы куприта. Можно я в рублях скажу, да, это около 100 миллионов рублей, вот как сообщают наши коллеги в службу новостей, около 100 миллионов рублей будет тратиться на заключение обслуживания договоров. Инвестиционная составляющая в тарифе около 28%. Соответственно, транспортировка там, ну, большая часть, вот из тех 2,5 миллиардов, которые, как я предполагаю, будут получать оператор, если все кировчане будут оплачивать счета за мусор исправно. Большая часть, да, это транспортировка и захоронение. Хотел бы еще раз добавить, что да, в этом тарифе учтены не только текущие расходы на осуществление текущей деятельности, но и значительные инвестиционные расходы, как в обновлении и расширении парка, техники специального назначения, именно специального назначения, то есть мусоровозов, контейнеровозов вот этих. И также в эти инвестиции включены расходы на начало реализации пяти инвестиционных программ по строительству новых полигонов на территории Кировской области в Слободском, Налинском, Зуевском, Куменском и Лебяжском районах. В Слободском, правильно ли я понимаю, что это вторая очередь полигона в Осенце? Ну, по порядку она вторая, по номеру она первая, потому что там сначала реализовывали более меньшую, ну, меньшую по масштабам, скажем так, карту, сейчас более крупную. Которая уже может работать 8 лет, по-моему. Надо напомнить, что к 2021 или 2022 году у нас должно быть закрыто порядка 19 действующих полигонов, и вот как раз построено 5 новых полигонов вот за это время. А закрытие полигонов тоже средств требует. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим наш разговор с Максимом Михайловым, руководителем региональной службы по тарифам. 211-101, номер телефона прямого эфира, это разборота со слушателями. Вы можете задавать свои вопросы. Если вопросы не будут лежать в поле деятельности и компетенции региональной службы по тарифам, мы их просто будем записывать, потому что, конечно же, мы будем и дальше продолжать эфиры, которые будут просвещать нас на предмет того, как происходит мусорная реформа. С разными сторонами, да, представляющими эту реформу. Продолжаем разговор. Кировская область на пороге мусорной реформы сформировала тариф за один кубометр отходов. Напоминаю, что он с 1 января составит 791,35 рубля, а со второго полугодия 827,34 рубля. И мы сейчас говорим о том кубометре, который формируется в нашем контейнере всеми нами. Вот он столько стоит. И вы сказали, Максим Владиславович, что это мусор, который формируют и жители, да, и частные лица, и юридические лица. Вопрос по юридическим лицам очень остро встал еще в мае месяце, когда сюда приходил Михаил Шихов, тогда еще представитель САХ, и говорил о том, что, по его сведениям, более 80% юридических лиц не оформляют договоры и не оплачивают вывоз мусора, а складируют этот мусор на наших с вами мусорных площадках частных, которые существуют во дворах там, да, или на проезжей части, но принадлежат там определенным количеством домов и обслуживаются управляющими компаниями или ТСЖ, и оплачиваются нами. И тогда он остро поднимал вопрос о том, что необходимо абсолютно, чтобы все юридические лица оплачивали вывоз мусора, потому что они формируют не меньше, а иногда и больше этого самого мусора, и призывал власти очень активно поработать, в том числе и с налоговой инспекцией, потому что в налоговой инспекции все юридические лица есть, там и ИП, и большие конторы, и прочее. И мы эту тему также поднимали на форумах, которые организовывала общественная палата Кировской области совместно с общественной палатой Российской Федерации, вы помните, да, вы тоже там были, и говорили, и говорили про это, что юрлицы должны платить. К этому моменту, как я понимаю, никакой ясности нет пока. А мы сейчас выяснили, мы сейчас выяснили, потому что, по слухам, даже больше, чем 80% не оплачивают, чуть ли не все 97%. Ну, что касается вообще вопросов оплат, то, наверное, здесь более компетентный комментарий, конечно, Куприд должен дать, но суть реформы в том числе состоит в том, чтобы охватить, скажем так, вовлечь в эту реформу всех отходообразователей на территории Кировской области. Соответственно, с января месяца, насколько я понимаю, Куприд будет заключать договоры со всеми как физическими, так и юридическими лицами. Если мы говорим о юридических лицах, то у них есть, начиная с 1 января, два пути. Либо они будут платить по нормативам, которые утверждены Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Нормативы эти варьируются, дифференцируются в зависимости от вида деятельности. Например, если мы говорим об автостоянке, там норматив по количеству машин и мест рассчитан. Если говорим о дошкольных учреждениях, то на учениках как-то эти нормативы утверждаются. И, насколько я понимаю, эти нормативы в отношении юридических лиц весьма нелояльны. То есть, собственно говоря, они подталкивают, как и любые нормативы, либо платить достаточно много по нормативу, либо заключить договор на фактическое образование отходов данным юридическим лицом. Насколько я знаю, Куприд как раз в этом направлении и старается, и собирается работать для того, чтобы юридическое лицо, если оно не хочет платить по нормативам, сбрасывая, как это сейчас делается, на наши мусорные площадки жильцам. Соответственно, он должен заключить свой договор на определенный объем. Возможно, там приобрести или арендовать контейнер, но более подробно Куприд это. Да, вот хорошая тема, давай позовем. Обязательно позовем. Чтобы понять, как они реально будут какими алгоритмами реализовывать в отношении каждого юридического лица. Потому что все понятно с юридическими лицами, которые находятся в крупных офисных центрах и прочее. Там владельцы, собственно говоря, этих объектов, да, вот они заключают договор, и они там устанавливают контейнеры, и они отвечают полностью за этот вопрос. Но огромное количество в Кирове разных совершенно юрлиц, начиная от магазинов, салонов красоты, заканчивая какими-то, не знаю, там, копировальными студиями, еще кем-то, еще кем-то, еще кем-то, кто находится в жилых домах и, ну, да, привык выносить мусор вот в общие контейнеры. А получается, что сейчас это будут оплачивать жильцы, если не будет отдельного договора у юрлицы. Тоже непонятно, каким образом выяснить, есть у юрлица этот договор или нет. А вот здесь, кстати говоря, я бы хотела призвать, наверное, наших слушателей проявить ту самую активность, о которой мы говорили в первом части, да, и обратить внимание, что вы сами можете также инициировать вот эту проверку и сами можете задавать вопросы в эти магазины, эти различные предприятия и офисы, которые находятся в вашем доме. Они по договору выбрасывают, мусор выводят или вы за них платите. И здесь, мне кажется, вполне возможно совету дому, вполне возможно вместе с управляющей компанией определиться и помочь. И себе в первую очередь помочь, и куприту в заключении договора на вывоз мусора. Это очень важно, мне кажется, надо помогать. Я хотела бы выяснить еще одну вещь, вот с момента перерыва хочу задать этот вопрос. Вижу, что тариф за кубометр отходов меняется, да, в первом полугодии 791 рубль, а со второго полугодия 827. На гражданах это как-то скажется или нет? Вот тот тариф, который на каждого из нас будет наложен, да, неважно там сейчас с метра или с человека, он будет меняться со второго полугодия? Ну, плата, если норматив будет зафиксирован на год, то, соответственно, и плата при изменении тарифа меняется, плата по полугодию. Так же, как это происходит в отношении любой коммунальной услуги. Тепло, вода, отношения. То есть, получается, что со второго полугодия у нас платеж за вывоз мусора может немножко подрасти на каждого конкретного жителя. Точно. Хотелось бы выслушать вашу позицию, Максим Владиславович, относительно платы с метра или с человека. Но вот с той только точки зрения, которая касается ваших компетенций, да, потому что идет дискуссия активная. И не все, кстати говоря, знают, что это не региональная служба по тарифам принимает окончательное решение. Это надо прям сразу обозначить, что не региональная служба по тарифам принимает решение. Но регион, каждый регион определяется сам. Региональные власти Кировской области и города Кирова склоняются сейчас, что платить мы будем с квадратного метра. Это в Кирове? В Кирове. А в области с человека? А в области с человека. Вот обоснования наверняка вы изучали, которые власти выдвигают. Насколько они вам понятны? Ну, платить мы можем по-разному, да. Мы можем платить с человека прописанного, мы можем платить с человека просто проживающего, мы можем платить с квадратного метра. У каждого из подходов есть свои плюсы-минусы, свои за и против. И при каждом подходе будут недовольны? Да, и при этом при каждом подходе будут недовольны, потому что у кого-то много проживающих на маленькой площади, кто-то, наоборот, проживает один на большой площади. Вопрос о том, кто на самом деле формирует мусор, квадратный метр или человек, безусловно, вроде как человек. Но при этом тогда мы должны говорить о том, что формирует мусор человек, не прописанный в квартире, а именно проживающий в ней. Насколько я понимаю, информации о фактически проживающих граждан просто отсутствуют. Отсутствуют у управляющих компаний, отсутствуют у всех. Поэтому вопрос, с кого брать, каким образом брать эту плату, это вопрос, скажем так, администрирования этих платежей. Как проще, как реалистичнее собрать ту сумму, которая должна быть собрана региональным оператором, чтобы в итоге реализовать свои задачи на территории области. Для того, чтобы в конечном итоге, в том числе, построить ту инфраструктуру, которая должна быть создана. Чтобы люди платили не зря и сохраняли то качество, небольшое, невысокое качество обращения с твердыми коммунальными отходами, с которыми мы наблюдаем на сегодняшний день. А брать с квадратного метра на данный момент, я так понимаю, это как раз путь, который позволяет более легко администрировать этот процесс. Ну, проще посчитать, конечно, да. Ну, а во-вторых, насколько я знаю доводы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, эта плата, скажем так, становится более доступна для множества наших молодых семей и так далее, которые построили, вложились в ипотеку, в покупку социального невеликого жилья, квартиры, студии. У людей на самом деле возникает закономерный вопрос, у тех, кто живет один на большой площади, как вы сказали. Площадь, как мы тут высчитывали, не самая большая, это может быть даже хрущевка 30 с чем-то метров, и все равно это будет больше, выше средней платы, или двухкомнатная хрущевка 43-45 метров. Возникает закономерная плата, закономерный вопрос, почему эти люди должны оплачивать вывоз мусора молодых семей, проживающих на небольшой площади, которые вложились в ипотеку и прочее, ну, не очень понятно. — Согласен, тут никогда не будет решения, которое удовлетворяет всех и объективно там понятно всем. Просто это вопрос, скажем так, неких правил игры, которые надо в итоге принять, и какой-то промежуток времени по ним поработать и оценить. — Мы сейчас, наверное, один и тот же вопрос хотим задать. — Про дифференцированный тариф, да, вот рассматривалась ли такая возможность? Многие наши эксперты говорили, что тариф надо сделать дифференцированным, какую-то часть платить с человека прописанного, какую-то часть с квадратных тарифов. — Или, чтобы человек имел возможность выбрать, я плачу по тарифу с человека или я плачу по тарифу с квадратного метра. — Ну тут, разумеется, все будут выбирать то, что для себя выгоднее. — Да, но, тем не менее, есть вот такой вариант. — Вопрос выбора каждым человеком того, что для него выгоднее, приводит в конечном итоге к недосбору региональным операторам той необходимой валовой выручки, которая, в принципе, позволяла бы ему реализовать все свои функции. — Ну а если установить повыше, собственно говоря, тогда тарифы с метра и с человека, но при этом человек будет понимать, что он оплачивает то, что он потребил? — Это первый момент. Второе, еще раз повторяю, у нас тариф единый, а все остальное регулируется как раз нормативами, которые могут быть с метра или с человека, и которые устанавливаются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. — Был еще один вопрос, тоже связанный с оплатой, обсуждалось это. Я понимаю, что это сложно, это точно не сделать сразу, но, тем не менее, нельзя ли сделать так, чтобы управляющие компании, которые заключают договоры с региональным оператором, отчитывались по кубометрам, по количеству, по весу вот этого мусора, который они вывозят с каждой конкретной площадки у дома или у нескольких домов, и потом вот этот уже фактически привезенный объем мусора с одного дома каким-то образом раскладывался на всех жильцов. То есть как-то это учитывать? Я понимаю, что это сложно администрировать, и да, это не сделать сразу, но тем не менее. Ну как у нас со счетчиками, да? — Ну, реформа на месте не стоит. Возможно, все, и с определенным временем, возможно, мы к этому придем. — Потому что вот в этом случае как раз и имеет смысл делать вот эти закрытые контейнерные площадки, про которые мы говорили, да, когда люди уверены, что посторонние не выбрасывают в их контейнер, они знают, что здесь только их дом, вывезли, замерили, сколько вывезли, разложили на всех. Вот и все. — Ну вот, кстати, надо сказать, что мы не зря проводили тоже наши эфиры. В программе «Урбан» мы говорили про такие площадки, и уже первые такие площадки в Кирове появились в этом году за второе полугодие. Есть такие площадки и в центре города, есть такие площадки некоторых микрорайонных у некоторых застройщиков. Они тоже не знают, как это будет работать пока. Они это делают и смотрят, как это будет работать. Мы, конечно же, будем там освещать, сообщать. У кого-то есть даже видеонаблюдение, кто-то делает ключи специальные для своих жителей и смотрит, какой объем мусора будет работать, как это будет все в том числе и выглядеть, да? Потому что мы вот начинали там с того, что когда мы платим, мы хотим сразу изменений каких-то. А изменения сразу визуальные, по крайней мере, у своей мусорной площадки. Они там присутствуют. А если ничего не меняется, то, собственно, за что мы платим? Вот еще вопрос по поводу с метра или с человека. Все-таки декабрь месяц, 13 число. И мы до сих пор не знаем. Когда министерство собирается установить этот тариф? У него сроки есть определенные, законом установленные? Насколько я знаю, планируется проведение рабочей группы на 19 декабря, где это решение уже окончательно должно быть принято. То есть последний день, 20-й, когда мы должны определиться, вот решили впред последний день. 20 декабря – это тот срок, когда мы должны были установить тариф. Он нами уже установлен. А, вот. То есть тариф именно с кубометра, да? Да, да, да. Успели. Прервемся сейчас на полторы минуты, но 20 декабря не за горами. Это ровно через неделю, следующий четверг. И в таком случае получается, что нам необходимо поговорить с Купритом о договорах и о юрлицах, и о частных лицах, в том числе и та тема, о которой вчера обсуждалось – личные контейнеры в пригородах и в маленьких населенных пунктах. Там проблема возникла тоже. Но с Министерством ЖКХ и энергетики надо говорить уже после 20-го, когда тариф будет установлен, когда они все это озвучат, следовательно, 21-го или уже с 24-го числа. Прервемся на полторы минуты и продолжим. Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам у нас сегодня в развороте со слушателями. Надо сказать, что звонки поступают, но они у нас на этапе премодерации пока что отсекаются и записываются. Потому что не совсем по адресу. Да, но мы темы видим. Скажи-ка, на какие темы? Да, есть много звонков на тему, почему у нас не будет мусоросортировочных предприятий. Это большой вопрос. Мусоросортировка и переработка – это тоже очень важно. Да, как будем мусор прессовать, спрашивают наши слушатели. Ну вот, если готовы, давайте. Ну, насчет прессования мусора я не скажу. Насчет мусоросортировок могу сказать, что они в территориальной схеме электронной модели предусмотрены. Мусоросортировочной станции порядка 14 штук, по-моему, должно быть создано на территории области. Ну, не с 1 января 2019 года. Не с 1 января 2019 года. Дело в том, что по мусоросортировкам есть вариант включения их в тариф, а есть вариант получения федерального финансирования на строительство данных мусоросортировочных станций, так же, как и мусороперереработок. И на данный момент, насколько я знаю, ведется активная работа Министерством охраны окружающей среды, совместно, по-моему, с Минфином, с Минэнерго и ЖКХ, которые готовят заявки как раз для того, чтобы получить в 2020-2021 году федеральное финансирование под строительство данных станций, что, соответственно, позволит не включать расходы по этому строительству в тарифе и не утяжелять его. Вот работа в данный момент на счет мусоросортировок таким образом происходит. Ну, надо сказать, что вот на одной из пресс-конференций, которые прошли в последнее время, а Министерство ЖКХ и Министерство природопользования активно их проводят вместе с Купритом, постоянно задается этот вопрос, почему из инвестиционной составляющей рекоператор не строит мусоросортировку, мусоропереработку, почему не привлекается частный капитал активно. И, собственно, как раз мотив того, что частный капитал может утяжелить тариф, увеличить его, он озвучивается властями. Хотя, вот ты знаешь, еще не было пока в нашей студии ни одного человека, представителя бизнеса, который бы занимался этим. Который был бы готов инвестировать? Нет, который бы занимался этим, который бы рассказал, как просчитывается бизнес-план, и действительно необходимо повышать тариф, если заходит частный инвестор с мусоросортировкой и мусоропереработкой, или они укладываются и работают с тем тарифом, который существует. Поэтому мы рассуждать пока можем вот только так. Если у нас найдутся спикеры, которые приедут и расскажут про это со стороны бизнеса, вот именно тогда мы сможем как-то и другую сторону представить, и тогда можно будет и с властями поспорить. Сейчас пока что поспорить, вот я лично не могу, потому что у меня нет сведений, как бы нет от другой стороны, но очень хочется их получить, мы над этим работаем. Еще вопрос по поводу, если будет считаться нормативом накопления на человека плата в Кирове. Вот уже озвучено, что если с человека все-таки 19 числа решат брать, то в Кирове она составит 137 рублей. В данном случае как вот он формируется, эти 137 рублей в Кирове? Ну, как я уже сказал, поскольку приборов учета нет, то единый тариф, который утверждается на кубометр потом, должен преобразоваться в плату, ну в данном случае в плату граждан. Преобразование в плату граждан происходит за счет утверждаемых Министерством энергетики ЖКХ Кировской области нормативов. На данный момент действуют нормативы образования твердых коммунальных отходов в расчете на одного человека в год. Эти нормативы утверждены распоряжением Минэнерго ЖКХ, по-моему, в январе 2018 года. Составляют по Кирову 1,732 кубометра в год на человека, по Кирово-Чепецку 1,65 в год на человека кубометров, и по всей остальной области 1,45 кубометра в год на человека. По нормативам это формируется. Соответственно, для того, чтобы посчитать плату, мы берем наш тариф, который утвержден нами, накручиваем на него НДС, то есть тариф с НДС это 949,62 рублей за кубометр в год, умножаем на норматив образования и делим на 12 месяцев. Получаем плату за человека по Кирову 137 рублей 6 копеек, по Кирово-Чепецку 130 рублей 57 копеек и по остальной области 114 рублей 75 копеек с человека в месяц. Это уже утвержденный тариф, то есть если принимают решение платить с человека, именно столько будут платить жители Кирова, Кирово-Чепецка и области? Да, если будет принято решение, что мы берем плату с человека, но остальная область не обсуждается, она уже вроде как зафиксирована, вопрос по Кирову и по Кирово-Чепецку сохранится там плата с человека или все-таки будет плата с квадратного метра? Я сейчас представила себе этот объем 1,5 кубометра, то есть я завысила несколько на человека в год, 1,5 кубометра непрессованного мусора. У меня есть ощущение, что я вот лично больше формирую. Вот я просто прикинула... Вас двое, между прочим. Какие? Ну, да. Вас три. С кошкой и две птички еще, они тоже формируют. Да. Но я просто представила себе пакеты, которые ежедневно или раз в два дня я выношу в контейнер, и представила себе весь год, и у меня ощущение, вот даже визуально, что я больше формирую мусора, чем 1,5 кубометра в год. Вот такой вот... Ну вот, кстати говоря, как мы будем прессовать мусор, это хороший вопрос. Просто вспоминаю свой канадский опыт 20-летней давности, где вот я была совершенно, конечно, тогда шокирована и думала, боже мой, какие они все... Зануды. Зануды. Воду не включай, чтобы она лилась, пока ты моешь посуду или чистишь зубы. Раскладывай мусор. Я еще тоже помню, что алюминиевая банка и вообще любая, и пластик тоже трамбовался. И выбрасывался. Они еще и тут трамбуют. Думаю, какие же вот они у нас. Тогда еще даже мы слыхом не слыхивали и не понимали, что все это надо экономить. Да-да, тогда ходили анекдоты про экономных французов, которые приходят в гости и звонят с гостевого телефона, с чужого, чтобы не тратить деньги в автоматах. У нас есть пожелание, там, я не знаю, или вопрос от Тамары Павловны, принял наш редактор. Живет одна, говорит, что ей не потянуть плату с квадратного метра. Наверху в точно такой же квартире живут 4 человека, внизу 5. Вот пусть они и платят с квадратного. То есть в поддержку того, что ты говорила, да, высчитать, кому что выгоднее, как платить. Кстати, по категориям граждан, которые действительно не смогут потянуть эту плату. Будет ли проводиться, знаете ли, какая-то работа, чтобы их выявить, эти категории, и что-то тут изменить? Я просто знаю, что поскольку услуга по обращению с ТКО становится точно так же, как электротеплоэнергия коммунальной услугой, то вот в отношении любой коммунальной услуги у нас министерствами предусмотрена правительством области определенные льготы, которые касаются ветеранов, пенсионеров, потом льготы или субсидии, связанные с превышением платы сверх бюджета, которые формируются там. Соответственно, все эти льготы распространяются в том числе и на новую коммунальную услугу. Вот и еще один вопрос, который нам надо будет задать министерству ЖКХ и министерству социальной политики. Я тебе скажу, это вопрос, который тоже никоим образом почти сейчас не освещается. Это вопрос касается людей, которые временно выбывают из своей квартиры и могут каким-то образом это подтвердить. Условно, уехали в длительную командировку, уехали на учебу, еще куда-то. По счетчикам задавали этот вопрос. Стоят в квартире счетчики на воду. По счетчикам можно понять, раз вода не расходуется, значит, в квартире никто не живет. Вот эти две квитанции сложить, да, и почему человек должен в этот момент оплачивать его мусор, непонятно. В том числе и вопрос, который нам задавали. Люди у нас на полгода уезжают на дачу, где тоже оплачивает мусор. И в то же время остается квартира. Но они могут предоставить, например, какой-то документ. Мне кто-то говорил, что есть такая возможность предоставить документ. Можно взять. Двух свидетелей. Можно взять. Что ты живешь вот там вот. Что вы знаете про это, Максим Владиславович? Про это я не знаю ничего. Тогда это министерство ЖКХ и министерство социальной политики. Тогда прокомментируют это вам, когда придет в гости. Это вот нам нужно обязательно будет такой вопрос задать, потому что этого очень много. Я слышал, да, вопросов много возникает, потому что это вновь появляющаяся услуга, и вопросов действительно много. А знаете, какая еще история по поводу временно выбывающих, а также временно пребывающих? Потому что мы тоже с соседями разговаривали и со знакомыми из разных домов тоже обсуждали, что квартира 70 квадратных метров. Тоже бабушка живет одна, но это старые сталинские дома, вот она уже одна осталась. А на ней такая же квартира, где пятеро студентов снимают квартиру, и у них там вечеринки, и каждый день, говорит, заполнены контейнеры пластиковыми полторашками и прочей историей. Вот здесь тоже, если это люди, то как это считать? Я знаю, что в Москве в свое время даже было когда с налогами по сдаче квартир. Ты помнишь тогда, да, вот была история, что люди прямо соседи писали, что вот здесь дают, проверьте, есть ли договор там, да, на оплату. По сути, если когда-нибудь, или если вдруг с человека у нас примут решение, хотя я думаю, что все-таки, скорее всего, с метра, с человека будет принимать решение, тогда она будет проводить большую работу по выявлению тех людей, которые там живут, и сколько это человек. И здесь эту работу выявить без проживающих в доме невозможно, потому что невозможно зарядить такой штат управляшек, или там полиции, или еще кого-то, кто ходил по квартирам, который еще не откроет и выявил. Тут только соседи могут рассказать, что там происходит. Сдают квартиру, не сдают. Ну, насчет договора я не знаю, но, по крайней мере, соседи, наверное, во многих местах могут подсказать телефоны собственника, потому что обычно люди, сдающие квартиру, они с соседями все-таки контактят, потому что надо собирать информацию о том, как жильцы себя ведут. Вот, еще есть важный вопрос, но я боюсь, что мы, наверное, его... Нет, не от слушателей, мы, наверное, его уже не заденем. Известно, каким образом будет формироваться вот эта вот история с тарифом для людей, живущих в пригороде Кирова в частных домах. Они тоже будут платить, если принято будет решение платить не с человека, а с квадратного метра, они тоже будут платить с квадратного метра? Если они относятся, ну, к городу Кирову, то они будут платить с квадратного метра, если это будет принято решение. Ну, то есть мы понимаем, огромное же количество бахта, да, вот русское, это же все черта Кирова. А дома, извините, свои собственные дома, они все-таки не 30 метров чаще всего. У нас, ну, прежде чем тариф был утвержден, вообще проводились предварительные слушания по тарифной тематике и экспертными, общественным советам. Вот там были вынесены пожелания, по крайней мере, при утверждении тарифа на 2020 год, либо, вернее, при утверждении норматива, просмотреть возможность дифференциации частного сектора и многоквартирных домов. Но не с 2019-го, а с 2020-го. Ну, год впереди есть для этой работы. Я думаю, что фактически результаты, которые сформируются за первый квартал, за первое полугодие, дадут, по крайней мере, базу для объективной оценки того, как складывается ситуация. Спасибо, будем следить за этой ситуацией, будем информировать наших слушателей. Максим Михайлов, руководитель региональной службы по тарифам, был у нас в гостях, Анна Лапшина и Светлана Занько. Мы на этом прощаемся, дневной разворот закончен.